Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей и сегодня мы продолжим делать каталог товаров по версии 2023 года. В частности, мы закончим создание сущности Product, потому что она, на самом деле, не совсем простая, в прошлый раз мы начали делать и сделали основные вещи, остановились на том, что нужно было сделать маппинг и, собственно говоря, добавить некоторые вещи, такие как обработка тегов. У нас есть спец... Ну, в общем, давайте переключаться, собственно говоря, в Visual Studio, чтобы посмотреть, какое у нас ТЗ было, я кое-что сделал и сейчас просто вам продемонстрирую. Итак, в прошлый раз у нас был разговор про сущность Product. Мы делали метод Get и метод Post, причем метод Post мы не завершили и, собственно говоря, сегодня у нас продолжение. Что нам не хватило? Как я уже сказал, нам нужно обработать метки, которые придут с фронта, ну, то есть, которые придут к нам на бэкэн. Ну, так скажем, не важно откуда, но главное, что придут к нам на бэкэн. И, соответственно, нам нужно было для этого сделать некоторые маппинги и давайте вернемся в Visual Studio и я покажу, что я сделал. Итак, ну, во-первых, я сделал некоторый I-Tag калькулятор, который является собой один метод, который называется Process Tag. И, собственно говоря, он получает список стринк, ну, то есть, строковые значения, которые будут являться тегами и обновляет их у Entity. И для того, чтобы у меня этот процесс тег отработал корректно, я сделал тег-калькулятор, который в себе содержит результаты обработки вот этих вот меток у конкретной сущности. Мне будет выведено, что было создано, что было удалено, чтобы иметь информацию о том, какие манипуляции произошли при обновлении сущности. И, возможно, это как-то в будущем позволит мне там выстрелить какие-то domain-events, может быть, уведомления, еще что-то. Но, тем не менее, я привык так делать, что какой-то метод всегда возвращает какой-то результат. Это легко и юнит-тестами покрыть, и обработать domain-events в частности. Ну, в общем, это просто привычка, поэтому, собственно, я буду это использовать. Ну, и если у меня в процессе обработки случилась какая-то ошибка, у меня будет exception, и вот такой вот у меня есть complete, так называемый, который говорит, что если Если экземпшена нету, то все зашибись получилось и на выходе будет правильная информация. Итак, как это работает? Если мне пришли теги для новой сущности, то естественно у нее ничего не будет на удаление. Это будет всегда пустой. Мы договорились, что у нас сущность содержит как минимум один тег. И соответственно, когда у меня будет обновление, то какие-то теги могут удалиться, какие-то могут добавиться. И для этого я сделал реализацию этого айтег калькулятора. Здесь на самом деле все достаточно просто. Смотрите, я сюда инжекчу юнит.ворк, ну и дальше реализация этого метода. Я, во-первых, проверяю наличие тегов, я проверяю наличие самой антики. И если есть какая-то ошибка, я выкидываю результат с ошибкой. В общем, тут все просто. Ну а далее, наверное, тоже должно быть все просто. Я получаю репозиторий и начинаю обработку вот этих самых тегов. Нахожу старые теги, которые, собственно говоря, были уже в базе данных. И, собственно, дальше проверяю, какие нужно удалить, какие нужно создать. И при наличии что-то удалять, я через ForEach удаляю эти теги и делаю проверку. Как у нас было описано, если... Ну, давайте вернемся назад, я сейчас еще раз это покажу. Вот. При создании редективных травм может быть несколько меток. Если метка не существует в системе, она создается. Если метка уже существует, то к товару проявляется ссылка. Если в описании товара удаляется метка, то проверить метка, используется других. Если она не используется, требуется удалить. То есть, такое понятие, как добавить специально метку, а потом ее удалить, и чтобы они не плодились. Ну, вот такой вот у меня принцип. Я его в своем блоге реализовал, мне он понравился, я хочу сделать и здесь. Итак, если у меня есть метки на удаление, то, соответственно, я могу их на самом деле обработать, проверив, есть ли у меня здесь тег не найден. Ну, естественно, продолжаем. А вот если он последний, то есть, ой, количество используемых равно один, то есть, был один, который товар, то я ее просто удаляю. Ну, в общем, такая логика. Вы можете придумать свое, и на самом деле так проще. Ну, и потом мы идем добавлять, и мы проверяем, если у Entity добавляется только что новое, то, возможно, тег будет новый, мы создаем этот список. Если идет обновление, я этот тег-калькулятор буду использовать и для обновления. Если теги есть, то мы проверяем то, что нужно создать, и, собственно говоря, тут тоже просто. Итак, и здесь, собственно говоря, тоже простая логика. На самом деле, если есть, то мы добавляем ее в список доступных для Entity, если нет, то мы сначала создаем, а потом добавляем. Ну, вот такой вот простой механизм, на самом деле. Ну, и на выходе, что было создано, что было удалено, вот в таких вот, каких-то таких, в таком видео. Ну, и, надо сказать, я сделал маппер, который, то есть, маппер, то есть, профиль для маппера, да, ну, нельзя было не показать, как это работает. Кстати, есть видео на канале где-то, которое рассказывает про автомаппер, в том числе, как его использовать, какие есть всякие штучки. Ну, например, что вот здесь вот CreatedBy используется контекст маппинга, и я покажу про него чуть позже. Есть маппер конфигурация для Review, то есть, там мы тоже используем такой контекст маппинг. Есть маппер для TagViewModel, на самом деле, сущность простая, маппер, конфигурация маппера тоже простая. Ну, и, в общем-то, раз вот это вот все у нас как-то вот есть, давайте закончим наш метод. Кстати, я тут немножко лишнего убирал. Ну, смотрите, ну, во-первых, мне нужно получить, что я буду сохранять. Я приготовил здесь такие штуки, которые позволят мне побыстренько показать, что здесь будет происходить. Итак, мы получаем реквест, так, как в прошлом видео. Для начала мы создаем Entity, который маппим из Umodule, который пришел с UI, и прокидываем в контекст с именем ApplicationUser, как раз RequestUserIdentity, ну, чтобы там вот этот как раз маппинг произошел на того пользователя, который делает этот реквест. Теоретически можно было бы сделать какой-нибудь резолвер в автомаппере и закинуть туда, в этот резолвер, заинжектить HTTP Access Context, по-моему, называется, вот. И, то есть, достучаться до реквеста и взять этого пользователя. Ну, я не люблю и настоятельно вам не рекомендую погружать какую-то бизнес-логику в автомаппер, вообще в процесс маппинга. То есть, используйте по минимуму, или вообще лучше не используйте, потому что с этим могут быть достаточно серьезные проблемы. Ну, и когда у нас сущность создана, дальше мы получаем, вот используем, вернее, тот самый ТЭК-калькулятор, как вы видите, я его заинжектил, соответственно, зарегистрировал где нужно, и получается, что я отдаю ему на вход те ТЭГи, которые пришли экспличу вот таким вот образом, через пробелы, запятые, точку, запятой. Здесь у меня на выходе получается Array, то есть массив строк, я отдаю сущность, которую создал, и там происходит калькуляция. Если у меня ошибка есть, я ее заворачиваю в операторичный результат, возвращаю, если нет, мы идем дальше. Обработку мне тут, естественно, нужно, ну, вы не поверите, мне нужно это вставить, собственно говоря. Непосредственно в базу данных, и после этого мне нужно, смотрите, мне нужно сохранить, если все зашибись, то нужно выдать наружу как раз другой маппинг, да, который уже из Entity, который был сохранен, вернет результат от Umodel. Опять же, смотрите, здесь на самом деле я вот поставил тоже как вариант маппинга. Ну, давайте я вам покажу, наверное, еще раз. А, ну и, собственно, давайте последнее добавлю. Здесь нам нужно еще в этот воперейшн резал добавить этот самый резал. Теоретически, когда у меня сущность создана, у меня вот этот маппинг не нужен. Я вот, честно говоря, не очень понимаю, зачем я его сделал, я его просто скопировал. Это мне нужно, когда... А, продав Umodel, да, я вот, наверное, зря сделал, у меня там уже это есть, вот, вот так, наверное. Вот, и на выходе я должен получить Umodel. Давайте откроем базу данных, смотрите, у меня в списке категорий, посмотрим, что есть. Есть некоторые категории, в списке тегов сейчас у меня ничего нет, в продуктах ничего нет, ну, в общем, будет показательно. Давайте запустим приложение и выполним, собственно говоря, сохранение уже непосредственно продукта, базу данных. Ну, как вы помните, нужно авторизоваться. Я, на самом деле, подготовил специальную штуку для создания, чтобы по-быстрому показать. В общем, что я здесь делаю, продукт номер 2, здесь вот категория, которая теги через запятую, цена, и я нажимаю execute, и, собственно говоря, у меня все создалось. На выходе я получил те самые теги, у меня как бы все нужно, ну, поиски, по, как-то, за исключением категории name, потому что у меня категория здесь не прокидывается, нужно отдельно загружать, я не стал этого делать. Давайте переключимся в базу данных, еще раз посмотрим F5. Так, у меня вот он создался, продукт, и, собственно, здесь все, что нужно. Давайте посмотрим на теги. Ну, и теги здесь, конечно же, создались. А теперь давайте сделаем следующее. Я сейчас создам еще одну сущность, но только там добавлю тег уже, ну, то есть я хочу проверить, что теги, если есть используются, если нет, то удаляются. И я это сделаю таким способом, я напишу, что здесь будет у меня тег 4. И давайте я, наверное, сделаю breakpoint, поставлю, чтобы было понятно, что я, собственно говоря, делаю. Итак, мы прошли, мы замапили, посмотрим. Да, действительно, все замапилось. Теги у меня здесь игнорируются в профиле. Можете посмотреть, исходники, они доступны на китхаде. Я сделал некоторые калькуляции, и вот здесь вот видно, что у меня один был добавлен и один был удален. Ну, суть сводится к тому, что расчет, собственно говоря, очень простой. Давайте нажмем и проверим базу данных. Теги у меня вот здесь, давайте нажмем и проверим, добавился четвертый. Соответственно, продуктов у меня уже здесь два. И, в общем-то, все получилось, как получилось. В общем, я думаю, что это наглядный материал. Ну, смотрите, тут бы хотел заострить ваше внимание на том, что вот этот вот тег-калькулятор и вот эта вот штука, оно на самом деле как бы выполняется. Не то чтобы... Ну, смотрите, вы можете создать сущность, но при этом не обновить у него теги, забыть или еще как-то. Поэтому, теоретически, сущность, которая называется продукт, и теги, это, по большому счету, один так называемый агрегат. Да, то есть, и продукт является гридейшн рут, если вам, конечно, это интересно. Вот, поэтому их нужно обрабатывать теоретически каким-то образом в транзакции. То есть, если мы не обработали, не получили и не обновили у антити эти самые теги, потому что после обработки вот этой штуки у антити уже должны быть, то есть, я могу просто вообще забыть эту штуку сделать и просто здесь ставить. Поэтому, где-то в инсерте, может быть, где-то в общем месте, должна быть проверка на то, что у вас есть в этой сущности теги. Ну, или добавить как... Ну, ладно, неважно, не будем погружаться в такую глубину. Будем считать, что на этом мы закончили с добавлением, так, к основному проекту. И я вам желаю всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok